Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава книги «Экклезиаста» читают для библейского портала «Экзегет. Перевод российского библейского общества». Трудная книга, да, вот вроде бы она такая простая внешняя, все бесполезно, ничего хорошего в мире не происходит, ничего нового тоже. Потому что старые люди часто это говорят, и мы говорили лирический герой, я бы так его называл, царь Соломон в старости. Но именно этим своим каким-то вот соответствием ожидания ворчливого старика мы удивлены, наверное, да, вот зачем такую книгу-то писать? Книга разочарования в жизни? Разве не лучше как-то позитивнее, как сегодня принято говорить, да, мотивировать людей? Эта книга, она такой мощный демотиватор, да, все бесполезно. Давайте вторую главу прочитаем, чтобы понять. Первая заканчивается поразительными словами. Великой мудрости есть великая скорбь, и кто умножит знания, умножит скорбь. То есть знания печалят. Обычно люди хотят приобрести знания, надеясь, что оно их обрадует, оно им поможет, оно пригодится им в жизни. И само по себе знание – это радость, разве нет? Вот вы что-то новое узнаете. Мне всегда это интересно. Зависаем в Википедии, да, пошли посмотреть какую-нибудь дату. И вот прямо переходим на другую страницу. Смотрите, ну надо же, как интересно. Заканчиваем в полночь, рассматривая, не знаю, пингвинов в Антарктиде. Потому что тоже же интересно, да. Вот ни для чего не нужно, а само знание – ценность. Знание, но не мудрость. Вторая глава. Здесь экклезиаст у нас начинает как бы издалека. Он царь в Иерусалиме. Ну чем известен царь любой? Тем, что он живет хорошо, на широкую ногу. Вот этим он вызывает зависть. Я сказал себе, давай же испытаю тебя весельем, чтобы ты изведал счастье. Но вот это пустое. Ну то есть, смотрите, он начал с того, что он захотел, того, чего мы, в принципе, все хотим. Вот жить хорошо, ну правда? Ну каждый человек хочет жить хорошо. И он называет это испытаю тебя весельем. Сам себе говорит. То есть проверим, то ли это чего ты хочешь. Царь, человек, у которого безграничные почти возможности в удовольствиях. А смехе сказал я безумие, а веселье к чему оно? Решил я испытать свое тело вином, опять-таки, ну предаться пьянству, очевидно. Но испытать, да, то есть попробовать, не отдать себя ему полностью, а как бы попробовать, что это. И, храня в сердце мудрость, предаться неразумию, чтобы увидеть, в чем счастье людей. Что стоит им делать под небом, пока они живы? Веселье не подошло. Вино не сказал, что не подошло, но так, судя по всему, не нашел в нем того, чего искал. И слава богу. Но это такие простые, примитивные вещи. Может быть, удовольствие в другом, в величии здорово быть великим. Великие дела сотворил я. Построил себе дома, насадил виноградники, устроил сады и рощи, где посадил всевозможные плодовые деревья, устроил пруды, чтобы поливать деревья в рощи. Купил рабов и рабынь. Были у меня и слуги, рожденные в доме. Коров, овец и коз был у меня больше, чем у любого, кто правил в Иерусалиме до меня. Серебро и золото собрал я царские сокровища из всех краев. Приобрел я себе певцов и певиц, отраду мужей и множество наложниц. Я стал велик и богат, превзойдя всех, кто правил в Иерусалиме до меня. И мудрость моя оставалась со мной. Смотрите, у него эта мудрость, она как такой тайный агент. Вот он там то веселится, ну да, такие подростковые дела там хихикать, а то пьянством увлекся, и все равно мудрость хранится. То вот он, наконец, занялся серьезными делами. Поднялся человек, построил себе дома, приобрел имущество, рабов. В конце так отраду мужей и множество наложниц, между прочим. Кстати, вот в Третьей книге царств довольно подробно описано, что у царя было 700 жен и 300 наложниц. То есть, действительно, ну прям, скажем, сильно больше женщин, чем мужчина может, ну вот, любить, назовем это так. Вот он получил прямо все, что только можно, и больше, чем ему самому нужно. Да? Вот то, чем мы обычно в жизни занимаемся, но стремимся же занять местечко повыше, да, получше устроиться, получить место в жизни неплохое. И вот он добился этого. Я стал велико богат, превзойдя всех, кто правил в Иерусалиме до меня, и мудрость моя оставалась со мною. Чего бы ни пожелали мои глаза, я не отказывал им. И в веселье я не ставил преград своему сердцу, так что сердце мое веселилось от всех моих трудов. И такова была мне награда за все мои труды. Не правда ли вот идеал, да? Все удалось, но не только он пил и веселился, он еще и созидал, да? И это награды за его труды, а не просто удовольствие. И взглянул я на дела своих рук, на труды совершенные мной, и вот все пустое, все погоня за ветром, ни в чем нет пользы под солнцем. Я напомню, что пустое, вот это вот слово «хэвилл», которое мы обсуждали к первой главе, оно предполагает не просто мелочность, незначительность, это дуновение, это то, что вылетает изо рта пар. И вот это все пар, вот это все ему показалось лишним? Непонятно. Ну, читаем дальше. Захотел я видеть мудрость, а также безумие глупость. Ага, то есть важнее всех его материальных достижений приобретение мудрости и понятия вот о мудрости и глупости. Ибо что будет делать преемник царя, или что, что уже делалось? Имеется в виду, ну, я всего достиг, вот после меня взойдет на трон другой царь, что он будет делать? Да, в принципе, все то же самое. И увидел я, что мудрость лучше глупости, как свет лучше тьмы. Глаза мудро-возрячей, а глупый во тьме блуждают. Но я понял, что всех ждет одна участь. И сказал я себе, что случится с глупцом, то и со мною, ради чего тогда я сделался мудрым. Сказал себе, что и это пустое. Не сохранится навек память о мудрым и глупом. И уже вскоре все будут забыты. Разве мудрый не умрет вместе с глупым? То есть, смотрите, мудрость лучше глупости, как свет лучше тьмы. Довольно банальная мысль. Но дальше, а ведь все умирают. Наш лирический герой встает перед самой страшной проблемой. Проблемой смерти. Вот человек трудится, достигает чего-то, получает удовольствие. Но ведь все это временно. Ведь все это улетучивается. Ведь все это умрет. И мудрый ли он, глупый ли он, праведный или грешный, он все равно умрет. Книга «Экклезиаста» — это книга о смерти. Книга об ужасе смерти. Наверное, как раз старик, который, в общем, ощущает свою близость к этому событию, он об этом говорит с какой-то особой надрывностью. Он понимает, что вся его предшествующая жизнь, которая, может быть, была очень хорошей, она не спасает его от этого самого страшного конца. Я напомню, что в Ветхом Завете нет сколь-нибудь внятного представления о том, что с человеком происходит после смерти, а от смерти никто ничего хорошего не ждет. И что тогда? Вот этот ужас. Возненавидел я жизнь. Злом показалось мне всякое дело под солнцем. Все пустое, все погоня за ветром. За ветром к тому, что все завершается смертью. Вот как невозможно догнать ветер, так невозможно обрести счастливое бессмертие. Возможно, счастье, но оно временно. Ненавистны стали мне труды мои под солнцем, обостанется этот тому, кто придет вслед за мной. Человек уходит с пустыми руками. Это же банальная мысль. Вот я приобретаю, приобретаю. А куда все это пойдет? Будет он мудр или неразумен, кто знает. Но он будет владеть всем, что я приобрел трудом и мудростью под солнцем. И это пустое. И отчаялся я во всех трудах своих под солнцем. Случается, что человек, трудившийся с мудростью, знанием и умением, все оставляет тому, кто не трудился над этим. И это пустое. Это великое горе. То есть, смотрите, действительно, в истории, и в истории Израиля, и в истории любого народа были такие правители, которые добились многого, создали нечто великое, а потом приходит некто и все это разваливает. Или так плохо управляет, что он разваливается самым. В чем же ценность тогда этого правления прекрасного? Да и в личной жизни человек чего-то достигает, потом его наследники это все разбазаривают, разворовывают, бездарно растрачивают. Что дают человеку его труды и устремления сердца, ради которых он трудится под солнцем? Все дни его скорбь, работа горести, по ночам неспокойное его сердце. Так же и это пустое. А мы не забываем, что все-таки мы в массе своей не цари в Иерусалиме, поэтому наша жизнь, она полна стрессов, она полна тяжелого труда, огорчения и всяких прочих вещей. Так в чем же смысл жизни? Вот экклезиаст прожил долгую сложную жизнь, счастливую жизнь, и пытается найти ее смысл. «Не в том ли благо для человека, чтобы ел он и пил, и позволял душе своей изведать счастье в трудах? И понял я, что это дает рука Божья. Кто ел и наслаждался, как не я. Кто угоден Богу, тому он дает мудрость, знание и веселье. А грешнику – работу, чтобы он копил, собирал и передавал тому, кто угоден Богу. И это пустое, это погоня за ветром». То есть смотрите, фактически к концу второй главы он наконец нам дает ответ на вопрос, почему все так плохо, потому что человек умирает, и в чем смысл жизни? А смысл жизни в ней самой, в том, чтобы он ел и пил, и позволял душе своей изведать счастье в трудах, но и это дает рука Божья, как мудрость, знание и веселье. И она дает их тому, кто Богу угоден. Вот, собственно, и все. То есть все эти радости земной жизни – это нечто временное, это от Бога, и, в общем-то, ждать, что ты изменишь мир к лучшему. А что после тебя будут себя помнить и благодарить, и все то, что ты построил, сохранят, увы, не приходится. Вот здесь и сейчас ты живешь здесь и сейчас. Если Бог дает тебе эту радость, радуйся ей. И не думай о том, что ты вот что-то сейчас такое сделаешь, чтобы она осталась в вечности, не останется. Это продолжится в третьей главе. Продолжение следует...